Привет! Сегодня у нас с вами в программе новая ролика, несущая ходовая Atom. В зависимости от скорости движения, накапливает заряд вплоть до 10% в секунду при движении на максимальной скорости бронемобиля. При полном заряде создает защитное поле, поглощающее урон от, короче, весь входящий. После уничтожения щита, накопление заряда начинается сначала. Я когда сначала увидел эти ролики, подумал, о, блин, будут, наверное, какие-то здоровые прямо шары, которые можно будет обвеситься, а внутрь в раму там спрятать свою кабину там и всякое это, ну, плюс-минус. Кабину, понятное дело, прямо в раму не спрячешь. И буквально защищаться ими, если делать много роликов вокруг, по всей машине, просто по всему периметру. И будет очень классно, здорово. Но размер у них как бы вот, раз, два, ну, три пина, ну, четыре пина, ладно. А насколько хорошо они будут нас защищать, поехали посмотрим. Мы и на визуал тоже сможем ориентироваться. Что касается визуала, когда только-только начинаешь движение, они начинают искрыть. Я так понимаю, когда уже набирают полный заряд, они покрывают таким ровным полем сейчас будет. Ну, давай, давай, покажи. А в качестве оружия я выбрал именно кавказики, чтобы меньше сегодня напрягаться. Вот, да, она там искру еще одну зафигачила. И просто покрылась ровным полем. Можно остановиться, кстати, защита эта останется полностью. То есть не обязательно быть все время в движении. А в качестве оружия на сегодня я выбрал именно кавказы, хотя мы просто потому, что с кавказами можно намного меньше напрягаться. Чили. Буквально. И заодно почаще смотреть, как у нас там будет отрабатывать защита этой ходовой. Башня эта падает, кстати, теперь в любую погоду. Вот, да, понеслось, понеслось, понеслось. Многие, кстати, до сих пор не знают. Это же реально башня в Екатеринбурге стояла. Ее вот так вот бахнули, подорвали. Не всем нравилось, как она стояла. Или старая она там была, или что-то это были, короче, у них там какие-то причины. Хотя я видел, многие аборигены матерились. Ну ладно, не суть. Суть в том, что пока я на этом атоме дополз до врага, часть народа уже передохла. Здрасте. Я к вам. Хреновасто получилось. Да стой ты! Давай-ка я так полубоком, полубоком. Танкуем ромбом, все нормально. Достаю ведь. Он от меня убегает. Кстати, слева переднего атома уже щит свалился. И я чуть не вижу, чтобы он по новой торопился накапливаться. Это так и надо? Или это просто какой-то бак отображения, или что? Циферов-то никаких нет. Чтобы там отслеживать по этим ходовым. Никакого индикатора, ничего тебе. Это на чем там был Хрёсвельг? Хрёсвельг. Ты там на чем, наркоман? Он не наркоман, ни в коем случае. Это я так угораю с ним. Чё у тебя? А-а-а, ясно. Ясно, понятно. Ты прикольный, молодец. Победа. Как хорошо на этой карте будет видно мои огромные синие шары. В ходовую смысле эту. Вот, да-да-да-да-да, смотри. Прям кайф. Здрасте. Не придёте ко мне, да, сейчас? Жаль. Кстати, я и отсюда популяю. Ой, погоди, давай лучше сюда популяю. Тихо, танкуем ромбом. Да, спасибо. Смотри, а, кстати, резко щиты оторвали просто все. По крайней мере, по левому борту они сразу встряхнулись, по правому остался только один. Ну и как бы, да, если ты просто приплясываешь там перед врагом, никуда особо не едешь, скорость не набираешь, что нахрена ему тебе колёса-то отстреливать? Он тебе оружие оторвёт и в кабину добьёт. А Хрёсвель, кстати, одним тараном сразу выбил этот атом. На этой карте хотя бы места будет побольше, можно будет разогнаться. всякое повутворять, а то на секторе кекс как-то особо не побегаешь, не попрыгаешь. Как прикольно выглядит машина с ними. Так, красненькие. Вы не желаете по одному, да, разъехаться? Очень жаль, очень грустно. Ладно, тогда подожду пока. Более удобные точки входа в бой. Боже, какая же тупящая ходовая эти ролики. Я просто не могу с них. Вот эти движения, это прям вообще что-то суперское. Это ужас, это кошмар. Причём, что Омни, что вот это. Ну, это и то, и другое. Один и тот же тип ходовой роликонесущая. Но больше всего печалит, что пока меняли Омни, взяли ещё, поменяли гусеницы и тоже сделали их у Шлепанскими на разворотах. В плане вот именно разворот на месте. Там, если у тебя есть минимальная какая-то скорость, я в одном из видосов уже горел на эту тему прям безумно. И до сих пор ведь не привык. Сидел, думал, ладно, там привык. Но, может быть, как-то что-то это резко оттормаживаться, там полностью уходить в ноль, после этого выходить на разворот. Хрен-то там! Оказалось, гораздо проще забить на свои крафты с маленькими гусеницами. Вот так, да, это сработало. Очень грустно, на самом деле. Здравствуйте! И я, опять же, без скорости начинаю этот поединок. А-а-а! Вот так вот! С трёх штырей у меня минус передника. Как бы, да, у меня там светится шесть красивых шаров. Кстати, моментально сбился эффект, видели? Вот, но их вообще не парит. Чё там, какие шары у тебя, где, чего? А, видит, оружие стреляет по оружию. Они же не совсем идиоты. Правильно, правильно. Поэтому... Это для всех, кто писал в комментариях, точно так же наивно, как и я, надеялся, что можно будет там поставить в круг тоже дохрена этих колёсам, типа, сделай видео с часа, где там будут защитные эти колёса и всё. Да не будут они защитные. Но будут защитные, но против хлебушков и дронов. Вот в этих случаях, конечно, да. У всех остальных случаев, хоу, враги будут нормальные. Отбили тебе оружие и потом накидали в кабину. Всё, свободен. Иди в гараж. Господи, машина сейчас еле-еле, по-моему, перешла на следующую передачу. У меня автомат какой-то вообще глючный. 64. Очень долго со старта ехал. Сейчас 80, наконец-то, набрали кое-как. Это превословие, что на машине есть двигатель. Отвратительно. Ни фига, по-моему, никакие эти бонусы и ничего не оправдывают такую ущербную просто динамику движения крафта. Даже такого небольшого не знаю. Может быть, ещё какой-нибудь совсем большой, огромный жиромобиль попробует собрать и напихать их колёс. Ну, как Бигфута раньше пихали, там, блин, штук 20 поставить и всё. Может быть, тогда да. Но, даже когда враги обращают внимание на эти несчастные колёса и пытаются по ним там чё-то как-то отрабатывать, вы видели, да, как быстро сбрасывается бонус? На мой взгляд, нафиг не надо. Лучше, если хочется ролики, лучше просто поставить обычные омни. Но сейчас, опять же, в текущей версии игры. Я, может, конечно, тоже ещё чё-то не понял в этих колбасих обрезках, так сказать. Ой, щас будет больно. Так, погоди, боком-боком-боком! Не совсем я успел боком. Зато дрон опнул. Отлично. Я остался один. Писот. Ну, как бы да, это всё. Колёса остаются на месте, а вот всё остальное отрывают с огромным удовольствием и высокой скоростью. 568 очков в первое место. Да. Ваше предложение на тему этого атома? Жду в комменты, но у меня на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!